Боевая императрица Вторая серия Бедняжка, ты вся горишь. Матушка, если не любишь свою супругу, хотя бы прояви уважение к генералу Ляну и не позорь мою семью. Матушка, я запомню. Презвенная наложница, ты знаешь, какое наказание за непочтительность? Но я... Стража, увезти Джейнма и Жень с глаз моих. Пятьдесят ударов ей. Да. Государь, не смилуйтесь, пощадите. Ваше Величество, Ваше Величество, спасите. Помогите мне, Ваше Величество. Хочу, чтобы она поплатилась за то, что пережила императрица вдвойне. Матушка, но почему вы злитесь на моей Жень? Вчера я немного вспылил и навредил императрица. И восстановить справедливость должен я. Императрица сейчас так слаба. Но завтра же я сопровожу ее в загородный дворец, чтобы она восстановила силы. Император так добр, мне и самой не хотелось бы вредить твоей любимой игрушке. Спасибо, матушка. Вот так. Надеюсь, скоро ты подаришь мне внука. Но, как же церемония? Если императрица поправится и продолжит императорский род, это обрадует предков куда сильнее. Значит, вы отмените церемонию? Когда Его Величество и ты вернетесь во дворец? Мы еще вернемся к этому вопросу. Всему свое время. Хватит ждать, у императрицы свои дела. Я здесь, я уже здесь. Я пришла, пришла. Ты что это делаешь? Мы уезжаем из дома, не хочу опозориться. А сейчас ты что делаешь? Залезаю. Это не твоя повозка, иди отсюда. Она же огромная, мы спокойно поместимся оба. Я не против. Я против. Едем. Слушаюсь. И это тоже. Прочь. Потерпишь. Вот нахалка. Чего? Пить хочу. Сходи за водой. Я занята. Сам сходи. Императрица. Ты совсем забыла о приличиях. Я наконец-то разблокировала новый эпизод. А ты все лезешь, и даже поесть спокойно не даешь. А вот когда со мной была Джейн Мэй-Жень, она безропотно подчинялась любым приказам. В отличие от тебя, она такая нежная и мудрая. Величество, ты сам во всем виноват. Говоришь, что любишь свой народ, но вынуждаешь его трудиться в поте лица. Говоришь, что ты глава семьи, а вот и нет. Сама даже не слышала о женских достоинствах, еще указывать будешь? С чего ты взял, что я ничего не знаю о семье? Вот что я тебе скажу. Гарем – это маленькая семья, а страна – побольше. И моя задача – заботиться о стране и ее жителях и экономить еду, ясно? Будешь? Ну и ладно. Ты чего? Больно. Тут болит. Мышцы застудил, что ли? Вот здесь? Выше. Здесь? Нет-нет, ниже, ниже. Тут? Нет, левее, левее, ниже и левее. Вот здесь? Правее, правее. Тут? Еще правее, еще. Да где болит-то, в конце концов, по всему телу, что ли? Повозку так трясет, выйдем и покажу. Эй, остановись. Идем, идем. Давай. Пошла вон. Эй, ты! Едем. Трогай скорее. Нет. Стойте. Что вы творите? Что это значит? Стойте. Не убивайте меня. Не убивайте меня. Здравствуй, венциносная сестра. Князь? Не пострадала? Теперь ты в безопасности. Дворец совсем близко, а мне нужно вернуться и подготовиться. Увидимся позже. Идем. Вряд ли императрица доберется. Я здесь, здесь. Я пришла. Паш, ты такой мелочный. Это же не я тебе спину повредила. Бросил меня посреди дороги. А там убийца поджидал. Меня бы убили, если бы не князь. Кстати, где он? Уже внутри? А вы чего стоите? Скорее. Слезь. Не хочу. Не бойся, сестра. Это Сяо Вэй. Так это просто кролик. Напугал меня. Эй, кстати, есть что пожевать? Я голодная. Я уже подготовил вино и закуски. Как переоденетесь, можете поесть. Для обеда надо переодеваться? А что, без этого нельзя? Я помираю от голода. Разве это не тот наемник? Ладно, не имеет значения. Ваш слуга не справился. Простите, Ваше Величество. Ничего. Никто не ждал появления князя Юга. Императрице повезло. Неспроста он вернулся во дворец. Это точно заговор. Есть работа. Передай сообщение третьему дяде. Будет исполнено. Переведено и озвучено фан-сап-группой Фениксы.